Грузинская сказка Подарки черного ворона Было то или не было Только жили на свете муж и жена Были они очень бедны Пошла однажды жена к соседям просить пшеницы Дали все по горточке И набрала она целой коди Коди это мера сыпучих тел Иди посей, сказала жена мужу Может уродиться что-нибудь и не будем так голодать Пошел муж целый день работал Испахал поле и засеял Зашла Нива всем на удивление Когда наступило время жатвы Взял бедняк серп и пошел жать Подошел он к полю и видит Птицы со всего света слетелись Покрыли все поле и поедают хлеб Рассердился он Стал ругать и проклинать птиц Вдруг один черный ворон отделился от птиц Подлетел к нему и сказал Эти птицы мои гости Я пригласил их И если ты меня не осравишь перед ними То исполню три любые твои просьбы И дам тебе все что попросишь Согласился крестьянин И пошел домой Жена спрашивает Где хлеб Не созрел еще Обманул муж жену Прошло время Почему не идешь жать Пристает жена к мужу Тут вспомнил муж черного ворона И решил пойти попросить у него Что-нибудь взамен своего хлеба Идет и не знает куда идти Не знает где дом черного ворона Идет А навстречу ему бабка Дева Уронила бабка веретено и говорит Подними сынок Не могу нагнуться Поднял он веретено и подал ей Куда идешь сынок Спросила бабка Рассказал он обо всем Что с ним было Бабка сказала Твое счастье сынок Что встретил меня Иначе никогда бы не нашел Ты дорогу к черному ворону Иди прямо Иди пока не настанет вечер А настанет вечер Остановись И черный ворон Сам тебя найдет Поведет домой Принесет тебе много Золота, серебра Драгоценных камней И скажет Возьми столько Сколько сможешь А ты скажи Ничего я не хочу Кроме твоей ручной мельницы Хорошо Сказал он Все исполню по твоему совету Пошел Идет идет Наступил вечер Остановился бедняк Ждет Вышли навстречу ему Черные вороны Повели в дом Усадили на ковер Разложили перед ним Золото, серебро, жемчуга Драгоценные камни И говорят Бери сколько поднимешь Не хочу я Ни золота, ни серебра, ни жемчуга Ни драгоценных камней Сказал бедняк Дайте мне вашу ручную мельницу Огорчились черные вороны Но что делать Нельзя же нарушить слово Дали ему черную мельницу Взял бедняк мельницу И понес Тащит, да так тяжела она Что под градом катится с него Что сделала со мной проклятая бабка За что погубила меня Столько золота и серебра давали А я взял мельницу Что в под меня вогнала Зачем мне она Мало ли таких у нас в деревне Идет он Тащит мельницу Ворчит А навстречу ему бабка Ставь мельницу Верти Говорит она Завертел бедняк И стала мельница Осыпать землю Всеми лучшими кушаниями Какие только есть на свете Сели они И хорошенько закусили Поблагодарил бедняк бабку И понес домой мельницу Приходит и говорит жене А ну прибери Все хорошенько Жена подмела Прибрала все Завертел он мельницу Посыпались кушания Обрадовалась жена Сели за стол Что съели Съели Что не съели Выбросили Зажили муж с женой Без нужды Радуется муж Прокормит нас Ручная мельница Не придется Второй раз Беспокоить черных воронов Прошло немного Времени Не будет того Чтобы я не пригласил царя Сказал мужик Жена сказала Зачем нам приглашать царя Но муж все же пригласил царя Царь сказал Приму приглашение Но горе тебе Если плохо меня встретишь Пришел царь Со всеми своими войсками И челюдью Накрыли стол Подносят ему Самые разнообразные кушанья Какие только может Пожелать душа Царь послал своих советников Узнать Кто готовит такие блюда Вернулись советники И доложили Что сидит одна старуха Крутит мельницу И все кушанья Выходят готовыми Перестал царь есть И ни до чего не дотрагивается Испугался бедняк Спрашивает советников Отчего не изволит царь кушать Сказали они Что требует царь его мельницу Иначе не будет кушать Что ему оставалось делать Согласился бедняк Пусть изволит обедать Отдам мельницу Забрал царь мельницу И стал бедняк опять голодать Напал на жену его Такой гнев Что чуть не задушило мужа Вспомнил бедняк Про обещание ворона Ведь он обещал исполнить Три моих просьбы А я у него был Только один раз Пойду-ка снова к нему И пошел Дорогой опять встретил бабку Куда идешь, сынок? Спросила бабка Рассказал он ей все Бабка сказала Когда придешь туда Не бери ни золота Ни серебра Ни жемчуга Ни драгоценных камней Скажи Ничего я не хочу Кроме вашего осла Хорошо, ответил он Все сделаю по твоему совету Пришел бедняк К дому черных воронов Вышли черные вороны Ввели его в дом Обласкали Угостили И разложили перед ним Золото, серебро, жемчуг И драгоценные камни Выбирай что душе угодно Ничего я не хочу Говорит он Дайте мне вашего осла Упали у воронов сердца Чем же мы будем жить Если отдадим ему и осла Но что делать Нельзя отступать от слова Дали ему осла Ведет он осла и думает Проклятая бабка Что она со мной сделала Столько золота мне давали А я выбрал этого осла У которого одна кожа да кости На что он мне Идет она встречу бабка И говорит ослу А ну-ка закричи Да засыпь его золотом Осел закричал И высыпал столько золота Что совсем не видно Под ним крестьянина Теперь вытащи его Приказала бабка Ударил осел копытом Разрыл золото И вытащил из него крестьянина Обрадовался бедняк Поблагодарил бабку И отправился со своим ослом домой Приходит и говорит Дай-ка напиться старуха Та побежала к колодцу Достала свежей воды И подала ему Напился крестьянин Повернулся к ослу И говорит А ну закричи Да поставь мне дом О шестнадцати окнах Осел закричал И тотчас появился Такой дом Как хотел крестьянин Опять зажили Муж с женой Счастливо и богато Опять пригласил Крестьянин царя обедать Потребовал царь В подарок того осла Отдали ему осла Царь ушел А старуха набросилась На мужа И давай его бить Иди сейчас же к воронам Проси у них милости Отправился опять бедняк Шел-шел Видит навстречу бабка Куда идешь К черным воронам Не бери у них ничего Кроме дубинки Сказала бабка Пошел бедняк К дому черных воронов Вышли к нему черные вороны Ввели его в дом Обласкали и угостили Разложили перед ним Золото, серебро Драгоценные камни От всего отказался мужик Попросил дать ему Только дубинку Удивились вороны Но исполнили его просьбу Идет крестьянин Несет дубинку И думает Какое-то еще чудо Скрыто в ней Идет А навстречу ему бабка А ну Сказала бабка Завертись дубинушка Убивать не убивай Но хорошенько Проучи дурака За то, что нет у него Ума-разума Завертелась дубинка И так отколотила крестьянина Что еле доволок Прямо к царю Не росла И много еще денег Принес в дом Прямо к царю Дубинка Прямо к царю Прямо к царю Прямо к царю